Здравствуйте! С вами я, Фёдор Трусов. Редакция «Момент истины» готовит новую программу расследования о деятельности федеральной сетевой компании в Ленинградской области. Сегодня о деятельности федеральной сетевой компании мы поговорим с корреспондентом «Момент истины» Евгением Гневшевым, только что вернувшимся из Санкт-Петербурга. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Наш новый фильм расследования посвящен деятельности федеральной сетевой компании в Ленинградской области. Вот вы задумывались когда-нибудь, Фёдор, почему в нашей стране так сильно востребовано среди молодежи разные добывающие отрасли? Нефть, газ, электричество. Что туда тянет людей? Интересная работа, высокая зарплата. А может быть теневые доходы, которые там можно получать, используя разные схемы? Сергей Ливкин – молодой, улыбчивый, веселый парень, обладатель премии главы Саяногорска и звания «Гордость Хакассии». В энергетике Сергей – человек не случайный, пошел по стопам отца. И уже в 30 лет стал старшим мастером подстанции, означенная районная. А начинал он свой трудовой путь простым дежурным инженером на подстанции «Алюминиевая». О компании ФСК я узнал через новости, где ФСК собирало стройотряды. И через интернет я уже вышел напрямую на компанию, отправил резюме. Со мной связались приблизительно через две недели. Пригласили в отдел кадров на дополнительное собеседование. Нам стала известна очень простая и до ужаса наглая схема, с помощью которой менеджеры ФСК, как предполагает наша редакция, имеют такую неплохую прибавку к зарплате. Схема примерно такая. Бюджетные деньги выделяются компании ФСК. Часть этих денег идет на выкуп частных земель, на территории которых компания ФСК строит свои объекты, к примеру, высоковольтные линии. Но бюджетные деньги от компании ФСК по пути к конкретному человеку, владельцу земли, где-то теряются, а земля просто захватывается. А потом это исчезновение денег с помощью судов, уголовных дел. Они хотя бы формально хотят узаконить. Наше расследование началось с дела семьи Гарбузовых. Расскажите подробнее. Вот семья Гарбузовых. Вы только что вернулись, пообщавшись с ними. Что там? Что там не так? Компания «Рубеж Ремстрой» — это подрядчик ФСК. ФСК пришла на частную территорию и просто построила там свой объект. Как-то? Подождите, как-то пришла на частную территорию и построила там свой объект? Вот так вот. Согласно приказу Минэнерго по участку семьи Гарбузовых должна была пройти высоковольтная линия высоковольтных передач. Из этого приказа следует, что эта земля подлежала принудительному выкупу. То есть компания ФСК должна просто была выкупить за нормальные, достойные деньги. За рыночные. Да, за рыночные, по рыночной стоимости эту землю. И делать на ней все, что угодно. Но в результате туда приходит компания «Рубеж Ремстрой». Это подрядчик ФСК. И говорит, вот 200 тысяч, мы вашу землю берем в аренду. А о выкупе поговорим потом. Руслан Гарбузов говорит, нет, так дело не пойдет. Когда он отказался от этой суммы 200 тысяч, ему прямым текстом сказали, что если вы сейчас не возьмете деньги, мы ее возьмем просто так. Они уже тогда начали разговаривать на языке силы. На языке силы и угроз. Ну сказали, ладно, хорошо. Предлагаем сейчас так, потом и даже этих 200 не получите. Уже даже не то, что какие-то якобы там, а уже и 200 не получите. Я говорю, слушайте, ну это вообще смешно. Это просто смешно. Я говорю, мы встретились для того, чтобы конструктивно поговорить и реально в досудебном порядке разрешить наши вопросы имущественные. Ну и все. Ну, видимо, у них это уже не впервые. У них на языке силы они привыкли говорить. Тем более, наверное, у них действительно такое громкое имя – федеральная сетевая компания. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Очевидный вопрос. А как же получили разрешение на строительство? Ведь при выдаче разрешения на строительство ты должен представить разрешение на документы, подтверждающие твои права на земельный участок. И это вопрос к Министерству строительства. Как оно выдало разрешение на строительство? Подождите. Все же просто. Если есть разрешение на строительство, значит были представлены документы о правах на земельный участок. Семья Гарбузова что говорит? Они подписывали какие-либо документы в отношении с ФСК или с подрядчиками? Нет, они ничего не подписывали. Они ничего никому строить на своем участке не разрешали. Точка судебных процессов поставлена? Нет. Мало того, что судебные процессы не закончились, в июле этого года было возбуждено уголовное дело по 159 статье. То есть мошенничество? Кто мошенник? Пока что дело это заведено на неустановленных лиц. Но, почитав постановление о возбуждении уголовного дела, которое у меня в руках находится, нетрудно догадаться, какие фамилии будут на месте этих неизвестных пока что лиц. Я правильно понимаю, что дело семьи Гарбузовых, скорее всего, не единственное? Правильно. И наша редакция сейчас занимается поиском людей, которые показались в такой же ситуации. Для редакции все-таки важно понять, какие документы были представлены в Минстрой для получения разрешения на строительство. Ну, это один из ключевых вопросов. При этом документы, подтверждающие право ФСК на строительство на данных земельных участках, не были показаны и нашей редакции, хотя мы их неоднократно запрашивали. И это наводит на мысль, что за документ был предоставлен Министерство строительства. Потому что выходит так, что эта силовая линия, а точнее этот столб, который стоит на участке семьи Гарбузовых, просто незаконен. В деятельности федеральной сетевой компании в Ленинградской области в деле семьи Гарбузовых еще много белых пятен. Редакция направила многочисленные запросы в Министерство строительства Российской Федерации. Однако, редакция «Момент истины» хочет обратиться ко всем лицам, пострадавшим от деятельности федеральной сетевой компании, и запросить у них все необходимые документы, которые позволят установить истину в данном непростом деле. Редактор субтитров А.Семкин